Добрый вечер! На канале Бук-ТВ большие итоговые новости. В студии Ирина Левчук. Неделя позади, самое время узнать о ключевых событиях, которые произошли в эти семь дней. В итогах недели самое важное из того, о чем мы рассказывали, а также то, что осталось за кадром. Смотрите сегодня в программе «Итоги недели». День знаний отметил Брест. Первый звонок нового образовательного сезона прозвучал в 52 учебных заведениях областного центра. Вместе с ребятами волнение начала учебного года в 23-й Брестской школе разделил градоначальник Александр Рогачук. Нужная плюсовка. В микрорайоне Южный к детскому саду номер 9 присоединилась две новеньких группы. Новоселами стали 40 ребятишек. Профессия, которая существовала на Руси еще в 12 веке. Отреки, мечники или детские. Сегодня их называют судебные исполнители. Об одном дне из жизни человека этой профессии материал Анастасия Млешкевич. В эфире программа «Итоги недели» мы начинаем. Когда лето сменяется осенью, все мы празднуем замечательный праздник – День знаний. Это особенный день для всех нас, поскольку, будучи уже взрослыми, все равно отмечаем его как один из самых главных праздников в году. Светлые воспоминания о школьных и студенческих годах, о любимых учителях и верных друзьях навсегда остаются в сердце каждого. А потому 1 сентября по-настоящему народный праздник. И каждый год именно в этот день открывается новая страница, наполненная безграничными возможностями, интересными встречами и впечатлениями. В этом году писать свои истории за школьными партами сели более 44 500 учащихся Бреста, из них 5 000 – первоклассники. Торжественные линейки, посвященные началу нового учебного года, прошли во всех школах, гимназиях и лицеях областного центра. Нашим съемочным группам удалось попасть на несколько образовательных площадок. В программе «Итоги недели» самое важное из того, что зафиксировала зоркая камера наших операторов и микрофон корреспондентов. У педагогов работа круглогодичная. Отзвенят прощальные звонки, отшумят выпускные. Начинается подготовка к новому учебному году. Как говорится, учебный год закончен. Да здравствует новый. Ремонт, благоустройство территории, приобретение новой техники и оборудования. Процесс идет постоянный. Одновременно с учителями не забывают о школе и родители. Все обостряется в августе. Покупается школьная форма, канцелярские преднадлежности, готовятся мамы и папы вместе с детьми морально и психологически. Помогает государство в подготовке к школе. Присоединяются общественные организации, военные, краснокрестовцы, представители районных администраций. Государством большое внимание ежегодно уделяется вопросу подготовки учреждений образования к учебному году и подготовки семей к новому учебному году. В нашем городе материальную помощь к новому учебному году из городского бюджета в размере почти 100 рублей получат более 8 тысяч деток. Это тоже значительная поддержка. 44 тысячи 500 школьников. Это значит, что почти каждый восьмой житель Бреста ученик. Это целая армия мальчишек и девчонок. И все они 1 сентября при параде, при настроении, немножко не выспавшиеся, пришли на праздник первого звонка. Самые очаровательные в этом строю первоклашки с огромными букетами, портфелями. Они с придыханием читают стихи и обещают прославить Брест своей учебой. А город любимый прославим своими благими делами. Ведь признаемся вас честно, лучше Бреста нету места. А еще эти милые дети в осознании своей сегодняшней значимости внимательно слушают мэра города Александра Рогачука, который поздравил все школьное сообщество с Днем Знаний, а коллектив средней школы номер 23 с 40-летием со дня образования. 1 сентября это очень серьезная дата в жизни всего города, потому что, как я уже сказал, меняется уклад жизни всего города. Это нагрузка на общественный транспорт, на дорожная напряженность, соответствующие трафики людей меняются. Поэтому это какой-то этап всей городской среды изменения. Ну а, собственно, в образовательном процессе 52 школы. И думаю, что будет справедливо посещать не только самые современные школы, но и те школы, которые, как в данной ситуации 23-я, 40 лет добросовестно выполняют свою образовательную функцию, готовят кадры для нашей страны, и более 3000 уже выпускников школы номер 23 продолжают, как говорится, строят нашу суверенную Беларусь. Прекрасным подарком 23-й школе к юбилею к началу года стал полностью обновленный пищеблок. Все новое – мебель, плиты, кастрюли и поварешки. И самое главное – все блюда, которые представлены в меню, приготовлены из продуктов брестского производителя. Сардельки, блинчики, компот, бифштексы, фрукты и овощи. Особое внимание к кашам. Все очень аппетитно и вкусно. Александр Степанович, как кашка и вообще как стол? Я вам скажу, что все вкусно. И то, что блинчик, все это нашего производства. Мясокомбинат, Санта – это собственное производство, правильно получается? Это собственное производство, но из мяса нашего брестского мясокомбината. То есть основная опора в питании – это на нашего брестского городского производителя. В образовательном процессе нет мелочей, а здоровье воспитанников заботится в каждом учебном заведении. Питание – одна из составляющих хорошего здоровья. Удалось реконструировать пищеблок, практически сделать его новым. Это событие, это реально событие в жизни школы, прежде всего, в жизни даже города, потому что новые технологии, качество питания – это здоровье человека, это здоровье молодого человека, тем более. Поэтому приоритет по пищеблокам определен. Губернаторам поставлены задачи по качеству питания, по тому сырью. Вы, наверное, обратили внимание, что я очень, наверное, впервые очень много дегустировал, спрашивал, когда, потому что опора на отечественного производителя, на регионального производителя – это приоритет организации школьного питания в городе Брест. Школа – это мастерская, где формируется мысль подрастающего поколения. Надо крепко держать ее, эту мысль, в руках, если не хочешь выпустить из рук будущее. Школа – это не просто здание, это мир, в котором мы живем. Каждый кирпичик этого мироздания важен. Вытащи один – и все рассыплется, как карточный домик. Поэтому школа должна быть единой и сплоченной. А еще школа – живой организм со своей историей, традициями и, самое главное, с любовью. Это любимая работа, это любимые, неповторимые дети. Я их люблю всех. Особенно умиляют эти маленькие, хорошенькие, стремящиеся к знаниям. Все обещают, что будем только хорошо учиться. Но я люблю всех. Я люблю и поговорить, и послушать старших, порассуждать с ними. Средний возраст, он наиболее такой шебутной и опасный. Я и этих очень люблю. Вы друг им? Да, я им друг. Сейчас другие дети, но время другое, другие дети. Но они такие же пытливые, такие же талантливые, такие же умные. Они, как дети, они абсолютно такие же. Порой даже взрослые за ними не успевают, за технологиями, за всем. Но самое главное – быть с ними рядом. Рядом жить, рядом воспитывать. Мы хотим воспитать, в первую очередь, хороших людей, которые любят свою родину, ответственно относятся к своим поступкам, к своему выбору. И чтобы они были в дальнейшем гордостью нашей страны. Первое сентября всегда вызывают очень много эмоций, целый шквал, эмоции противоречивые. Это и радостное впечатление от того, что встретился с детьми после перерыва летнего. Но и в то же время это немножко такие грустные нотки, поскольку мы последний год с ними вместе идем школьной дорогой. Вот, шесть длинных лет позади, с пятого класса мы с ними, рядышком. Вот они мне очень родные уже, эти дети, в самом деле. Праздник первого звонка для кого-то точка отсчета, для кого-то последний виток в школьном походе за знаниями. Для педагогов это всегда начало работы с уже любимыми учениками и знакомство с новенькими детьми, первоклассниками. Наверное, поэтому сделают первый день учебы запоминающимся, хотят в каждой школе. И у всех это получается трогательно, искренне звучат напутствия. Ведь задачи перед школой, перед учителями и учениками сегодня в это непростое время стоят не просто сложные, глобальные. И слово «патриотизм» должно стать для каждого из нас главным не только в год исторической памяти, но и во все последующие годы. Об этом говорил и президент, проводя открытый урок «Историческая память. Дорога в будущее для белорусских школьников и студентов». Наша глава государства показывает ту высочайшую планку отношения к школьнику, он сам педагог. Он показывает нам пример, как чиновник любого уровня должен относиться и к системе образования, и к педагогу, и вообще в целом к образовательному процессу. И очень важно наполнить этот процесс вот этим содержательным идеологическим компонентом, с четким пониманием, что мы живем в суверенной стране, что мы живем в самодостаточной стране, которая проводит свою государственную политику, имеет свою государственную идеологию. Это очень важно. Поэтому год исторической памяти в преддверии Дня народного единства – это особый акцент в работе всех педагогов и системы органов ДЭС нашего города. А первоклассники пока исследуют первую парту, первые учебники и с интересом слушают первую учительницу, то, которая станет для этих милых девчонок и мальчишек второй мамы, которая научит доброму, вечному, мудрому, которая подскажет и поддержит в трудные минуты. Первый раз в первый класс я уже иду 33-й год. Да, 33 года я работаю в школе и каждый раз так же, как и для детей. Это очень-очень волнительно. Но это так приятно, это так здорово. Это новые дети, новые родители, новые мечты, новые победы. Это здорово. У первоклассников свои планы, свои мечты, но объединяет всех одно желание учиться на десяточку. Получится или нет, покажет время. Я очень хочу стать парикмахером. Почему? Потому что там делают красивые прически, там еще могут покрасить любой цвет. Ты, наверное, модница? Да. Я собираюсь учиться. На тройке? На десятке. В одном классе. Вы рады? Как учиться собираетесь? Хорошо. А какие оценки? На десятке. На десятке. А может, ты уже знаешь, кем ты будешь? Ну да. Кем? Блогером. Пока что еще не знаю. У меня уже даже тут друг блогеров твои. Я сегодня иду в первый класс. И я всех хочу поблагодарить, что пришли. Я. Я Валерия Викторовна. И я первокласска. И я горжусь тем, что я иду в первый класс. Я иду в первый класс и хочу научиться. И хочу найти друзей. Я хочу пожелать всем родителям, чтобы они гордились нами. Я хотела идти в первый класс. Сначала боялась, а потом нет. Я буду выполнять домашние задания все. А одиннадцатиклассники со всей серьезностью взрослых людей отвечают на вопросы учителей, что такое историческая память, как повлияет она на их будущее, на будущее Беларуси. Они уже задумываются о патриотизме, о борьбе за правду и свободу, задумываются о гражданской позиции и о своем будущем. У меня довольно-таки хорошо получается с английским, с математикой. Конечно, надо будет поднажать такое волнение перед поступлением, сдачей экзамена. Нужно потянуть аттестат, чтобы поступить, определиться с профессией. Одиннадцатый класс – это уже конец какого-то пути и начало обязательно чего-то нового. И, конечно, не надо расслабляться, но и надо как-то прочувствовать это. Первоклассники и выпускники школ, будущие олимпийские чемпионы, студенты высших и среднеспециальных учебных заведений – они молодая Беларусь, они новая Беларусь, они будущее Беларуси. И они уже думают не только о том, что им даст государство, они думают о том, что они дадут государству, какую пользу принесут своей стране и своему народу. Вы смотрите программу «Итоги недели» на канале БУК-ТВ. Мы продолжаем. Ко дню знаний прекрасный подарок получили малыши и родители микрорайона «Южный». Две – переоборудованные дополнительные группы детского сада номер 9. Новоселами стали 40 ребятишек из семей военнослужащих 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады. На торжественном открытии председатель Брестского облсполкома Юрий Шулейко подчеркнул, что на пограничной Брещене к защитникам Родины всегда относились с уважением и впредь будут поддерживать людей в погонах. Радует тот факт, что демографическая ситуация в городе над Бугом улучшается, а свидетельство этому – нехватка мест в детских садах. Детки рождаются, появляются много многодетных семей. Не исключение – и семьи военных. В прошлом году командование 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады обратилось к руководству области и города с просьбой помочь в переоборудовании некоторых помещений первого этажа здания офицерского общежития по улице Рокоссовского для расширения детского сада номер 9 двумя дополнительными группами. Областной и городской исполнительные комитеты пошли навстречу военнослужащим Брестского гарнизона. Офицерская семья сегодня на вес золота. Сегодня их задачи, которые они сегодня выполняют, мы не скрываем ситуацию. Мы понимаем, что мы Брещино, что у нас очень большая государственная граница. Рядом находится государство, где проходят боевые действия, военные. И нам особо важно, чтобы в этих семьях царил порядок, уют, доброта, уважение и здоровыми росли дети, чтобы мама по утрам и отец не думали, в какой садик за 20 километров, за 10 километров везти своих деток, для того, чтобы они там воспитывались и были родители спокойны, выполняя свой, отдавая свой долг родине. Добрый путь нашим малышам, чтобы мамы, так сказать, не так рано вставали, чтобы не двигались, как я говорил, по городу, а взяли за ручку, утром и вечером забрали своего ребенка. А папа, служа стране, был спокоен, что в семье порядок. Когда тыл военнослужащий прикрыт, когда он обеспечен, тогда он выполняет свои задачи, несмотря ни на что назад. Поэтому это большой вклад в обеспечение военной безопасности нашего государства. Здание детского ясли сада по улице Рокоссовского было построено еще в 1937 году и чудом сохранилось во время Великой Отечественной войны. Одну его часть занимает детский сад, а на втором этаже другой половины расположилось общежитие 38-й десантно-штурмовой бригады. Это соседство продолжается с 1950 года. На первом этаже под общежитием до недавнего времени располагался продовольственный магазин, а уже сегодня здесь находятся еще две дополнительные группы ясли сада. До сегодняшнего дня в Яслях-саду номер 9 у нас было 4 группы. Сегодня мы приросли еще двумя группами. И если у нас до сегодняшнего момента проектная мощность была 95, то с сегодняшнего дня она уже составляет 135. Мы очень рады этому объекту, потому что за счет введения двух дополнительных групп мы смогли высвободить места шаговой доступности в микрорайоне Вулька, микрорайоне Ковалева и за счет этого обеспечить родителям и детям комфорт пребывание в детском учреждении. За короткий срок группа брестских архитекторов провела проектные работы, а специалисты строительного отреста номер 8 сделали ремонт в здании и благоустроили территорию. Но быстро не значит плохо, все качественно, ведь все это для детей. Тот подвиг, который совершили гражданские люди, прежде всего строители и проектировщики, он тоже сегодня абсолютно очевиден. Это говорит в том числе о том потенциале, который имеет наши брестские строители и особенно я хочу отметить 8-й трест. Трест, который переживает даже сейчас не самые лучшие времена, он сохранил костяк, сохранил традиции и показал просто-напросто образец выполнения задач, которые стоят перед ними. Ну а задача городских властей, основываясь на тех средствах, которые были выделены с областного бюджета, было сделать это все качественно, красиво и гармонично, чтобы, по-моему, и получилось. Бесспорно, получилось, да еще как красиво. Новое помещение, садик, а теперь соответствует всем современным стандартам. Просторные и светлые группы для занятий с детьми, мягкие спальные места и, конечно же, новые игрушки и развивающие наборы, которые детям подарили гости. Здесь вам новые еще игрушки, военные машины для девочек, побивачки, копачки. Безусловно, все это понравилось не только детям, но и их родителям. Мы очень рады, что командование 38-й бригады заботится не только о боевом духе, о специальной квалификации военнослужащих, но и о семье. Так как мы, у нас Лера Июньская, и мы в Южный по очереди не попадали. И мы были очень приятно удивлены в том, что в шаговой доступности от дома нам предоставилась возможность ходить в сад. Очень рады, что именно мы попали в этот садик. Плюс в том, что мы здесь, я работаю, здесь недалеко мы проживаем, в общежитии военном. И очень удобно добираться. То есть, я могу идти на работу, сразу попросить, завести сына в сад. И также, возвращаясь с работы, могу его забрать. Уже в следующем году в Юзуме-Р-5 планируется ввод в эксплуатацию нового детского сада, строительство которого уже началось. В настоящий момент идет строительство детского сада в микрорайоне Юго-Запад-5, который практически решит задачу обеспеченности детскими дошкольными местами вот в этом районе, в том числе и в Южном. На очереди у нас Улька и лейтенанта Рябцева. Другой проблемой, которая характерна именно для этого района, конечно, это обязательное строительство здесь средней школы. Мы видим перегруженную 6-ю гимназию, мы видим 11-ю школу, где обучается более 3000 учащихся. Соответственно, конечно, это требует выйти на решение. А я почему-то не сомневаюсь, что это решение будет оформлено соответствующим инвестиционным проектом на строительство школы в микрорайоне Юго-Запад-5. Анастасия Милишкиевич, Александр Воронин, Юрий Лимонтович. Специально для программы «Итуги недели». Накануне нового учебного года после реновации распахнуло двери для студентов общежития номер 2 Брестского государственного технического университета на 1008 мест. Здание, как снаружи, так и внутри, нуждалось в капитальном ремонте. Ведь наличие комфортных условий проживания для иногородних студентов и для граждан других стран, выбирающих Брестские вузы, нередко становится определяющим фактором. Вместе с новоселами оценила преимущества студенческого интерната и наш корреспондент Людмила Логодич. Здание общежития номер 2 Брестского государственного технического университета было построено в 1970 году. За это время оно стало вторым домом для многих тысяч студентов. Но с течением времени стало нуждаться в капитальном ремонте. С этой задачей справились профессионалы из объединения Брест-Облсельстрой, а торжественное открытие объекта стало важным событием в жизни вуза и отличным подарком к новому учебному году. Сегодня здесь созданы самые комфортабельные условия для проживания. И это один из ярких примеров той социальной политики, которую проводит наше государство, забота о людях, о студенчестве, чтобы у них не было никаких особых проблем со снятием жилья. И на сегодняшний день с вводом этого общежития в эксплуатацию у нас стопроцентная обеспеченность многородних жильем в университете. Капитальный ремонт состоял из двух частей. Сначала выполнили тепловую реабилитацию фасада, поменяли стеклопакеты, затем заменили внутренние инженерные сети, обновили кровлю и установили новую пожарную сигнализацию. Удобство и комфорт одинаково важны и для белорусов, и для ребят иностранцев. Они смогли еще раз убедиться, что не ошиблись при выборе страны, города и университета для получения высшего образования. В новом учебном году в техническом вузе будут обучаться 350 иностранных студентов из 34 стран. Я из Венезуэли. Я приехала здесь 8 месяцев назад. Мне сразу понравился этот город, потому что это люди очень хорошо и красиво. Это моя комната, очень удобная, красивая, большая, чистая. Мне нравится в университете, потому что там, я думаю, лучше преподавать. Это очень хорошо. Мне нравится эта страна и эта город, потому что это очень спокойно. Я приехала из Шри-Ланки, учусь на строительном факультете второй год. В целом могу сказать, что Брест – прекрасный зеленый город, а в университете дают качественное образование. Это общежитие мне очень нравится. Комната здесь более объемная, новая мебель, новая отделка и особенно душевая. Большинство иностранных студентов живут на одном этаже. Мы дружим, ходим в гости. Встречаемся на коридоре и на кухне и хорошо проводим время. Теперь 404 обновленных жилых блока на площади, превышающей 13 тысяч квадратных метров, постепенно заполняются новоселами. Общежитие рассчитано на проживание более тысячи человек, в числе которых и преподаватели, и студенты. Разницу до и после в полной мере могут ощутить те, кто проживал здесь до капитального ремонта. Конечно, очень многое поменялось, и условия намного комфортнее, чем были до этого. Очень нравится душевая, вот наша ванная комната, плитка, очень красивый цвет, все так здорово подобрано. В комнате красивые обои, аккуратные полы. Капитальный ремонт был проведен за счет средств республиканского бюджета и собственных средств вуза. Всего затрачено порядка 5 миллионов рублей. Работы завершены оперативно. За 59 дней строителям удалось подарить общежитию новый облик и вторую жизнь. В мире есть много профессий. Столеры, штукатуры, учители, тренер, медицинский работник, водитель, милиционер. Список можно продолжать долго. И практически каждая востребована в той или иной мере. Есть и мода на профессии. Сейчас многие выпускники выбирают специальность экономиста. Кто-то хочет стать менеджером по туризму, а кто-то урбанологом, юристом, адвокатом, прокурором, следователем, судебным исполнителем. А последней и пойдет речь в сегодняшней программе – судебный исполнитель. Наши корреспонденты заинтересовались, в чем суть этой профессии, кто в нее приходит, зачем. Об одном дне из жизни судебного исполнителя расскажет Анастасия Мелешкевич. Марина Чапайло с 2011 года начала работать в системе юстиции. Ее профессия относится к тем, что несут вечное клише бессердечных и черствых людей. Однако мало кто задумывается, как сложно изо дня в день приходится девушке. Должники могут оскорблять, словесно нападать и обвинять во всех своих невзгодах. День Марины действительно наполнен работой, которая чаще всего имеет негативный характер. Но все это становится абсолютно неважным, когда ты предан своей работе. Вначале выбрала профессию юрист, потому что всегда было интересно данное направление деятельности. Работу судебным исполнителем выбрала в первую очередь, потому что это защита интересов граждан, физ и юрлиц, а также интересов государства. В настоящее время занимаю должность заведующего сектором отдела принудительного исполнения Ленинского района города Бреста. Несмотря на всю сложность и напряженность, моя работа мне нравится, потому что связана с общением с гражданами. Таких, как Марина Чапайло, преданных своей работе в управлении принудительного исполнения немало. И все неответственные, стрессоустойчивые, добросовестные, а главное – грамотные специалисты. Да, бесспорно, профессия не из легких. Приходится наведываться к должникам, возвращать долги, восстанавливать нарушенные права. А вот с какими людьми сталкивается судебный исполнитель и как к нему относятся, для многих является тайной за семью печатями. В связи с тем, что штат судебных исполнителей не только в моем отделе, но и в области, в первую очередь, это лица женского пола. Как правило, молодые девушки. Сложность заключается в том, что работа судебного исполнителя связана, в первую очередь, с личным контактом с гражданами. То есть, выходя на участок, судебный исполнитель порой сталкивается с грубостью, с хамством со стороны граждан. Поскольку не каждый гражданин желает увидеть у себя дома судебного исполнителя, который в рамках исполнительного производства желает арестовать имущество должника в счет погашения задолженности. Поэтому реакция граждан бывает разная. Да, профессия судебного исполнителя сложная, а реакция должников разная. Наша съемочная группа выехала вместе с судебным исполнителем к брещанину, который попал в денежную ловушку. Так сложились обстоятельства. Развелся с женой, взял в рассрочку телефон, лишился работы. Платить нечем, как в следствии описывают имущество. Вот так в один миг можно потерять все, что имеешь. И даже несмотря на весь этот ужас, который мужчина переживает, разговор проходил в мирном русле. Очевидно, он не является злостным неплательщиком. Судебный исполнитель посоветовал ему не затягивать сроки оплаты задолженности. Ведь наказание в данном случае грозит суровое. А за что у вас тогда имущество описано? Потому что, когда мы развелись, у нее была в залоге цепочка золотая в ломбарде, браслетик такой, да? Ну там что-то детям надо было срочно, потому что она мало зарабатывала. Я вообще как-то мало зарабатывал. И получалось, что лишь бы все детям. И получается, что я пошел, мы уже в разводе, по-моему, были, как она говорит. И я пошел, взял вот этот телефон. Знаете, вот таких мошенники такие пишут, деньги срочно, быстро все. Я побежал, купил этот телефон. И вот, когда я переехал уже сюда, у меня были деньги, я часть долга погасила, живу спокойно, я же найду себе работу и все. И жена тебя никак не поддерживает? Ну, а как она меня поддерживает? Она говорит, еще скажи спасибо, что я вот сейчас не подаю на алименты, я даю тебе срок подняться там, то и все. И больше у меня никому нет, ни братьев, ни сестер, ни матери. Как говорится, все профессии нужны, все профессии важны. И профессия судебного исполнителя была испокон веков, только называлась по-разному – приставы, коллекторы. В любом случае, это осознанный выбор каждого. Одни решают долги не платить, другие эти долги взыскивать. Согласитесь, сложно с таким режимом работы сохранять улыбку на лице, но эти люди упорно работают над собой. С годами чувства судебных исполнителей не атрофируются, им также больно и тяжело лишать людей имущества, крыши над головой. Но они учатся не пропускать через себя весь негатив, который ежедневно стучится в их сознание. А потому те люди, которые идут в данную профессию, уверены – они находятся на своем нужном обществу месте. Успешный блогер, модель, певец и самый популярный на просторах интернета молодой садовник Беларуси. Список увлечений и достижений студента 4-го курса Брестского государственного технического университета Кирилла Кветки можно продолжать бесконечно. В его тиктоке более 325 тысяч подписчиков, но этот 20-летний юноша не из тех, кто привык расслабляться и почивать на лаврах. В его ежедневном графике есть место учебе и студенческой жизни, общению с друзьями и тяжелому ежедневному труду по уходу за собственным домашним садом, в котором уже сейчас порядка 2000 различных растений. Новый учебный год молодой человек отметил ярко и креативно. На площадке родного вуза он презентовал выставку собственноручно выращенного винограда. Все желающие могли не только узнать секреты возделывания этой ягоды, но и имели возможность оценить на вкус плоды творчества талантливого садовника. Тему продолжит Людмила Логодич. Кишмиш лучистый, с сильнейшим мускатом. Рубиновый юбилей аналогично. Аркадия старинный, шикарный сорт. Кишмиш столетия, первого класса бессименности, никогда в жизни косточек не будет. Блестящий, с сильнейшим мускатом. Из резомата самый вкусный изюм делали. С таким увлечением о винограде студент факультета инженерных систем и экологии технического университета молодой садовник и популярный блогер из Бреста Кирилл Кветко может рассказывать часами, собирая вокруг себя благодарных слушателей. Выращивание винограда, впрочем, как и других растений, отнюдь не сиюминутное увлечение или прихоть. Ведь из 20 лет своей жизни 10 он уже посвятил любимому делу. Такой 10-летний мальчик купил 10 сортов сортового шикарного винограда, посадил, и он думал, мальчик этот, что будет все легко. Но было очень много неудач. Я узнал то, что нужно его обрабатывать от заболевания. Я узнал то, что осенью органику под кусты вносить нельзя, потому что лоза выпривает, год теряется. Я узнал то, что виноград на зиму нужно укрывать. И спустя только 4 года после посадки я получил первый урожай. Сейчас же я сажу, и на следующий год я получаю полноценный урожай. Путем проб и ошибок после долгих лет упорного тяжелого труда, пройдя через насмешки и непонимание сверстников, он добился не только того, что на его домашнем участке сегодня порядка 2000 видов разнообразных растений и более 40 сортов отборного винограда. Сегодня за советами по выращиванию растений к молодому садовнику приходят от школьника до пенсионера. Имя Кирилла Кветки известно сотням тысяч людей по его социальным сетям, а число его последователей и единомышленников, людей, которые вдохновляются его примером и личностью, постоянно растет. Я про Кветку прочитала в интернете. В нашей группе, вот группа любознательных, выставил руководитель, что вот будет вот эта выставка. И поэтому мы с нашей группой пришли сюда посмотреть. Ну, вы знаете, я думала, где-то небольшой полисадничек будет. Но когда увидела, что тут несколько сортов, столько сортов винограда, и с какой любовью он это все рассказывает, интересно ему, но он заражает вот этим своим интересом, он заражает и других людей. Вообще я узнал о нем давно довольно. На онлайнере там была статья о таком парне, который выращивает цветы, в прошлом, наверное, или позапрошлом году узнал, что он поступил к нам в университет. Для меня это было удивительно, потому что не каждый готов потратить свое время и силы на то, чтобы дарить людям счастье и красоту. Вот это вот все. Ну, конечно, он очень целеустремленный. Это видно по нему действительно в таком раннем возрасте. Он уже разбирается во всех своих растениях. К нему можно прийти за каким-то советом, даже попросить какой-то цветочек себе домой. Он без проблем его может дать, посоветовать что-то, рассказать, как за ним ухаживать. Выставка просто прекрасная. Мы даже не знали, что существует такое количество видов винограда. Все так красиво оформлено, очень красиво. Выставка винограда – лишь один из многих проектов Кирилла Кветки. Молодой садовник создает на территории вуза цветущий парк, продает плоды своего творчества на рынке, делится секретами с многочисленными единомышленниками, успешно ведет социальные сети, пробует себя в моделинге и шоу-бизнесе. Выставка винограда – еще одна возможность вдохновить студентов вуза и других людей, ведь положительных примеров уже более чем достаточно. Когда я начал учиться в университете, уже одногруппники, скажем так, начали там изучать. Ммм, Кирилл Кветка там фотографии изучали. И очень многие увидели фотографии моего винограда и такие, вау, как классно, тоже хочу. И вот без преувеличения говорю, многие просили череночки, я с большим удовольствием делился, рассказывал, как их укоренять. И они вот сейчас, я вот на четвертом курсе, и они уже вместе со мной собирают урожай. Вот на первом курсе вдохновились, увидели мой инстаграм, ах-ох, и сейчас мы вместе собираем, скажем так, урожаи. И это не то, что им там родители сказали, иди там попроси у него, может быть он даст, будет халява. Нет, они сами увидели, вдохновились. И вот цель выставки такая же. Увидели, вдохновились, захотели, выращиваем. Если хотя бы один человек увидит, созреет и скажет то, что я хочу, созрел, сажу, все, цель выставки выполнена на все 100%. Ну а финальным и самым долгожданным аккордом выставки стала дегустация винограда, после которой гости убедились, что ягоды каждого сорта не только красивы, но и обладают неповторимым и изысканным вкусом. А главный секрет в том, что они выращены с любовью. Очень вкусный, очень сладкий. Вот этот вот самый сладкий. Людмила Логодич и Дород Бакунович, Юрий Лемонтович. Итоги недели. Это были главные события Бреста, какими их увидели мои коллеги-журналисты БУК-ТВ. На этом у нас сегодня все. Нам, конечно, еще есть что сказать, но дождемся следующего эфира. Мы встретимся снова на том же месте и в то же самое время уже в следующую субботу. А если вы знаете то, что неизвестно нашим корреспондентам, звоните. Номер в Бресте 54-63-67. Я, Ирина Левчук, прощаюсь с вами. Желаю всего вам самого хорошего и, конечно же, берегите себя, будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин